Проктология 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 обращаются за медицинской помощью. Однако, когда я стала более подробно расследовать, откуда взялась эта цифра, треть пациентов, то выяснилось, что каждая следующая статья ссылалась на предыдущую статью, а первоисточник датируется 1990 годом. И я задумалась, вот, к сожалению, нет, может быть, я не нашла, или, может быть, их действительно нет, более свежих данных о том, какой процент пациентов все-таки рискнул, преодолев застенчивость и всякие прочие негативные чувства, обратиться к врачу. Вот по вашему опыту, по ощущениям, по вашим представлениям, какой процент пациентов, нуждающихся в наблюдении врача-околупрактолога или в помощи, обращаются за помощью, а какой процент, соответственно, остается вне обращения? Ну, если сказать все-таки о России, у нас есть своя такая специфика, очень не совсем, скажем так, приятная по отношению к Европе, да, это то, что у нас пациент может прийти в аптеку, и зачастую у нас лечит не врач, а лечит аптекарь. Вот такое вот аптечное, как я это называю, лечение, оно, наверное, ну, с одной стороны, может быть, в этом есть какие-то положительные моменты, что у нас есть доступ к лекарствам, чуть больше, чем в западных странах, но у нас и появляется такое вот, у аптекарей появляется такое вот желание полечить этого пациента, да, и у пациента появляется желание полечиться самостоятельно. И вот это вот не очень хорошая тенденция. Но я все-таки думаю, что те пациенты, у кого действительно стойкий болевой синдром, у кого действительно проблема, они рано или поздно приходят ко врачу. И сейчас все-таки стоит отметить еще то, что по своей практике могу сказать, молодые пациенты, то есть пациенты в возрасте до 30 лет, такие активные пациенты, они приходят при первых же симптомах, они приходят прямо сразу, они настроены сразу на лечение. Поэтому сейчас, учитывая, что просвещение все-таки растет, мы все-таки проводим достаточно интенсивную работу, активную, процент достаточно большой. А какого рода работу вы проводите? Среди своих пациентов? Ну, смотрите, я веду Инстаграм-аккаунт свой, там пока небольшое количество подписчиков, я недавно занялся активным ведением, и всем пациентам я, собственно говоря, придумал лозунг «не страшно, не больно и не стыдно». Вот это, наверное, самое главное, что нужно додосить до всех наших пациентов. Расскажу такой случай, вот сегодня, пока я ехал на эфир, мне позвонила пациентка и спросила, когда можно прийти на прием, и знаете, какой у нее самый главный был вопрос? Никогда можно прийти на прием, не сколько стоит ваш прием. Доктор, будет ли больно? И меня это настолько поразило сегодня. А я говорю, она уже оперирована, я говорю, а что, вам было больно раньше? Она говорит, вы знаете, вот посмотрели, у вас там такие страшные инструменты, у вас там все так страшно. Единственное, что я сказал, я сказал, я обещаю, что не будет больно, я обещаю, что вам будет комфортно. То я, доктор, все, я готова прийти к вам в любое время, за любые средства, главное, чтобы мне не было больно. Поэтому самое главное, наверное, не больно. Не больно, то есть в этом смысле пациенты, вы упомянули врача-стоматолога, да, и сказали, что пациенты ваши сильно отличаются. Это непростое сравнение. Похоже, что вот по критерию бояться боли, пациенты врача-колупрактолога, да, в этом смысле похожи на пациентов-стоматолога. В то же время, например, издания, которые пишут, да, про нашу тему, говорят, большинство пациентов страдали геморроем в течение длительного времени и не хотели обращаться за помощью. Многие пациенты чувствовали стыд или смущение, поэтому не решались обращаться к терапевту. Что должно произойти с пациентом, чтобы, тем не менее, он решился обратиться к терапевту? В нашей ситуации, в нашей стране существует такая пословица, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Действительно, это и к рактологическим пациентам тоже относится. Как правило, большинство людей, если не брать ту категорию молодых, активных людей, про которые говорил Константин Андреевич, которые действительно заботятся о своем здоровье и прибегают к перепервных симптомах, как правило, все-таки, к сожалению, на сегодняшний день причиной первого обращения является какое-то острое состояние. Это, наверное, наиболее распространено, кровотечение. В принципе, геморрой с греческого языка переводится как отделение крови. И кровотечение бывает первым и зачастую единственным проявлением геморрадальной болезни. Также это, конечно же, тромбозы наружно-геморрадальных узлов, либо острый периональный тромбоз, как называют в зарубежной номенклатуре, когда в области ануса возникает болезненное образование, такой плотный упругий шарик, который действительно сильно болит. И это люди, которые приходят с болевым синдромом, им уже не страшно, что будет больно. Они уже готовы идти к проктологу, лишь бы им помогли. Они согласны на операцию, на оперативное лечение. Они согласны купить любые мази, свечи, либо таблетки. Ну и на третьем месте это, наверное, обострение комбинированного геморрора, когда воспаляются все геморрадальные узлы, возникает пролапс узлов, их ущемление, соответственно, в некоторых случаях даже некроз. Это острое состояние, которое требует зачастую неотложного обращения и каких-то принятий экстренных мер. Все-таки, на мой взгляд, большая часть пациентов, это особенно люди в возрасте, которые любили терпеть, которые страдают геморрадальной болезнью уже много лет и воспринимают, к сожалению, геморрадальную болезнь как часть своей жизни. То есть они привыкли заправлять геморрадальные узлы, которые выполнили их после каждой идентификации пальцем, анальной гандом. Они привыкли к отделению крови, к помаркам крови на туалетной бумаге и считают это как часть своей жизни. И когда с ними начинаешь общаться, женщина в возрасте, она говорит, у меня это всю жизнь после первых родов. То есть это 30 и больше лет? Более лет. И поэтому в основном все-таки причиной для первого обращения с геморрадальной болезнью является какая-то острая ситуация. А вторая, наверное, часть наших пациентов, это люди, у которых хроническое течение геморрадальной болезни с очередованием периодов обострения, ренессии. Обострение они, конечно же, лечили, как сказал Константин Андреевич, в аптеках. Я полностью согласен с этой фразой, что основной специалист по лечению геморроя в России это не коллапрактолог, это даже не хирург, это даже не терапевт в поликлинике. Это провизор в лучшем случае, либо фармацент в аптеке. Человек приходит, дождается, когда никого нет. Шепотом просит свечи от геморроя. Его провизор громко переспрашивает, что вам, от геморроя? Ну и продает какие-то препараты наиболее разрекламированные. Но человеку эти свечи не помогают. Он возвращается в аптеку, говорит, что свечи ему не помогают, требуют вернуть деньги обратно. Но деньги, конечно, ему никто не вернет. Ну или что-нибудь другое порекомендовать. Предлагают новые свечи. И человек лечит дальше таким образом, ему не помогает. Ведь проблема в том, что мы не то, что все проблемы в попе, но все проблемы по жизни, принято у нас в России, называть геморроем. И ведь боль, отделение крови, вредификации, вся вот эта вот картина, которую человек называет геморроем, может быть чем угодно, но только не геморроральная болезнь. В лучшем случае это может быть анальная трещина, свищ прямой кишки, много заболеваний. К сожалению, это могут быть и злокачественные опухоли прямой кишки. И очень часто люди, считая, что у них геморрой, и пытаясь лечить его свечами, купленными в аптеке, пропускают онкологические заболевания и доводят их до достаточно прогрессирующих стадий, до генерализации, до местной распространенности опухоли. Это тоже большая проблема. Но та часть пациентов, которая страдает именно геморроральной болезнью, в хронической форме, с очередованием периодов обострения, ремиссии, обострение они, в принципе, умеют снимать. Они рано или поздно подбирают код геморрою, находят свои свечи и могут лечиться именно протяжении ряда лет. Но рано или поздно такие пациенты все-таки принимают решение о том, что нужно обратиться к специалисту. Как правило, это уже длительный анамнез геморроральной болезни, уже запущенной ситуации. В этом случае мы уже не можем эффективно применить те современные малыйновазивные методы, которые мы с Константином Андреевичем очень любим, которые действительно позволяют путем малых страданий, путем невысокого снижения качества жизни, причем путем быстрой реабилитации после операции, решить проблему геморроральной болезни. Это тоже большая проблема, да, такая несвоевременная обращение. Ну и, конечно, наша самая любимая категория пациентов, это та категория, про которую Константин Андреевич уже рассказал, это действительно молодые люди, которые понимают, что проблему надо решать сразу, что решить проблему сразу после ее возникновения, это лучше, проще, быстрее, ну и, откровенно говоря, дешевле в целом ряде случаев, чем героически ликвидировать последствия каких-то запущенных состояний. То есть, видимо, они обращаются быстро после наступления, после обнаружения первых симптомов. Да, но это, к сожалению, меньшая часть наших пациентов. Ну, если мы говорим про геморрой, то, строго говоря, большая часть ваших пациентов, это пациенты возрастные. Вы знаете, геморрой, как и рак, молодеет. Да что вы? И вот вы знаете, у меня большое количество молодых девушек, у которых первая беременность, роды, соответственно, только это возникает. Я бы сказал так, что все-таки сейчас, слава богу, люди раньше начали заявлять о геморрой. Если раньше действительно человек терпел до последнего, дожидался уже тяжелой анемии, либо полного падения узлов, и это возрастные пациенты, потому что прошел, соответственно, прошел определенный ряд лет, то сейчас достаточно много стало молодых мам, соответственно, женщин молодого возраста, после первых родов. Это совершенно не обязательно осложненные какие-то роды, какой-то осложненный анамнез. Это могут быть вполне асоциально адаптированные люди, ведущие здоровый образ жизни. Также, к сожалению, молодеет эколоректальный рак. У меня сегодня проводил обход утреннее отделение эколопрактологии в Федеральном научно-плиническом центре. И вы знаете, я привык ко всему, но я очень удивился. В одной палате лежало двое мужчин. Один из них с тяжелой формой опухоли, другой с первично диагностированной. Одному из них было 46 лет, второму 40. Поэтому возраст... Молодые мужчины. Молодые мужчины с тяжелыми ситуациями. Они лежали в одной палате, и это вот, ну как бы, может быть закон парных случаев, но это есть. Поэтому, к сожалению, все заболевания, не только геморрои, молодеют. И, скажем так, молодой возраст отнюдь не является гарантией отсутствия каких-то серьезных процессов, в том числе и в отношении геморридальной болезни. Вы очень интересно упомянули снижение качества жизни у пациента, врача-околопрактолога. Вот, например, в 2019 году в бразильском журнале о колопрактологическом была статья, посвященная анализу пациентского опыта. Не очень представительная выборка. Пациентов была проанализирована в этой статье. 15 человек всего. Зато там собрали качественные данные, проводили такое углубленное интервью с этими пациентами и расспрашивали, что они ощущают, какие симптомы у них и какие чувства возникают в связи с появлением этих симптомов. И вот пациенты отвечали, что самые частые симптомы это боль, зуд, кровотечение. И говорили, что это влечет за собой очень существенное эмоциональное бремя и очень сильно влияет на социальную жизнь этих пациентов. Вот пациенты, которые приходят к вам, вероятно, ну, может быть, жалуются, может быть, просто упоминают, какое воздействие их симптомы оказывают на их жизнь. Какое? Отрицательно, сугубо. Ну, опять же, хотелось бы немножко вернуться к прежней теме и сказать, что почему молодые еще пациенты приходят. А все-таки сейчас онко-настороженность у нас встала на первое место и все молодые пациенты, приходя, спрашивают, их самый главный еще вопрос к институту, доктор, скажите, что у меня не рак. Не рак. Вот. С одной стороны, это как бы хорошо, потому что они приходят раньше, с другой стороны, это тоже хорошо, потому что мы рано-рано проводим диагностику. Но что касается снижения качества жизни, все-таки, да, действительно, геморроз снижает качество жизни. Если мы возьмем выборку тех пациентов, которые чаще всего приходят к нам на прием, ну, в Москве, например, да, это в основном сотрудники офисов. Это в основном трудоспособные. Вот я по себе могу сказать, по работе в частной клинике. Это трудоспособные молодые мужчины и женщины. Естественно, они хотят заниматься спортом. Естественно, они хотят в разумных пределах нарушать диету. Естественно, там, бокальчик вина, стейк, что-то еще. Все это хочется и можется, и нужно все это делать, да. Но вот это заболевание накладывает отрицательный момент, потому что они не могут это делать, да. И, соответственно, когда вы понимаете, что... Я всегда это сравниваю с такой игрой в поле чудес. Я говорю, как у Якубовича, крутите каждый раз барабан, да, и ищите в туалете кровь в унитазе, да. Здесь то же самое. То есть пациент выпил бокальчик вина и, в принципе, как бы пошел в туалет, увидел там кровь или у него заболела. Естественно, отказываться от этого в компании не принято. И возникает... Как объяснить отказ. Да, как объяснить отказ. Да, да, да. Да, это второй момент. Даже, вы знаете, еще есть такой очень важный момент, когда лечение назначаем. Я всегда подбираю пациентам такое сугубо индивидуальное лечение, потому что в офисе тоже очень важно. Вот вы, например... Ну, простой банальный вопрос. Вы назначаете пациенту свечи, да, от геморроя. Ни для кого не секрет, чтобы поставить свечу, нужно лечь на бок и коленочки привести к животу. Вот как это сделать? Где ему это сделать? Да, где ему это сделать в офисе. Или как в офисе воспользоваться мазью, да. То есть пациент открывает стол, да, свой стол, берет мазь и идет в туалет. Поэтому есть такие определенные моменты, по которым нужно лечение, все-таки лечение должно быть сугубо индивидуальным. Сугубо пациент ориентирован, ориентирован на его работу, ориентирован на его образ жизни. То есть мы не должны ни в коем случае, как раз по восприятию... Я всегда... У меня появилась такая... О, видите, у нас гость. У меня появилась такая коронная фраза на прокта Русина, Денис Александрович помнит. Я всегда говорю, что пациент – это неговорящая попа. Это человек, которого мы воспринимаем со всеми его привычками, работой. То есть хорошая метафора. Да, я всегда говорю это врачам. Когда мы обучаем, мы говорим, что не воспринимайте пациента как отдельно попу. Не воспринимайте как отдельно какой-то орган. То есть у него только... Нет. Здесь все сразу. Когда мы подбираем лечение, когда мы подбираем рекомендации, когда мы подбираем все, мы должны всем этим ассоциироваться. Потому что можно гениальное лечение пациенту подобрать, можно очень хорошие рекомендации назначить, можно все порекомендовать, но не получится. Вот, например, водитель фуры, дальнобойщий, который по 12 часов ездит, он у вас не будет раз в час выходить и прохаживаться пешком. Нужно что-то придумывать. А что вы придумываете? Вот у вас и офисные сотрудники, водители. С офисными что я придумываю? Ну, сейчас у всех есть гаджеты. Так. То есть я им рекомендую использовать, знаете, мирный атом всегда, да? Используйте гаджеты на пользу. Потратьте деньги. Я всегда говорю пациентам, вот если вы хотите потратить деньги, если они у вас есть, потратьте их на хорошую еду, качественно, да? И потратьте их на какие-то хорошие вещи, чтобы вам было приятно, чтобы вы потом ко мне не пришли, да? И я не потратил их на хорошие, качественные вещи для меня. Поэтому гаджеты, поэтому раз в час... Какие гаджеты? Телефон. Фитнес-гаджеты, которые вам могут через какое-то время порекомендовать встать и просто пройтись. Ведь достаточно раз в час, пять минут просто изменить положение тела. А второй момент очень важный. Сейчас есть современные столы, которые позволяют вам менять ваше положение во время работы. То есть вы можете встать, поднять стол, вы можете сесть и опустить стол опять. Это очень-очень важно. Вот. Третий момент, в принципе, который тоже я рекомендую всем пациентам, то есть тоже очень такой важный и деликатный момент в плане профилактики паркологических заболеваний использования туалетной бумаги. Рекомендую не использовать туалетную бумагу, поэтому можно брать с собой влажные салфетки и, в принципе, совершенно спокойно этим пользоваться. Адекватное количество жидкости. Сейчас никто кулеры в офисах не отменил, они везде присутствуют, можно пить. То же самое гаджет вам напоминает или какая-то напоминалка. То есть все чисто пациентарительно, все то, что было бы удобно. Соответственно, в свободное от работы время любые аэробные нагрузки, которые вам доступны и которые вам нравятся, да и, в принципе, будет вам счастье и не придете на прием к проктологу. Вы предвосхитили один из таких значимых вопросов про комплайнс пациента, про следование рекомендациям, а на самом деле это про тот самый пациент-ориентированный подход и необходимость учитывать все аспекты жизни пациента. Денис Леонидович, добавите? Знаете, из того, что я хотел добавить, вернуться к вашему вопросу. Мы говорили, что есть симптомы, да, боль на первом месте, кровотечение, насколько они сильно меняют вообще психику человека. Да, собственно говоря, это был вопрос. Да, я бы хотела бы добавить, что меняют и меняют очень сильно. Мы уже говорили тут про стоматологу, но представим, я думаю, что у каждого когда-то болели зубы. Да. Что вот сильно болит зуб, и вот состояние этой сильной боли, оно на самом деле не позволяет человеку нормально работать, даже общаться с близкими, выполнять какие-то привычные бытовые нагрузки. Да, далеко не все проктологические заболевания характеризуются выраженным болевым синдромом. Например, в ряде случаев при гемородальной болезни отделение крови абсолютно безболезненное. Ну, например, гемородальный тромбоз, анальная трещина. Есть целый ряд состояний, которые, ну, острый парапрактид, абсцесса петляльного копчикового хода. Они действительно характеризуются очень выраженным болевым синдромом, и да, у людей меняется психика. Даже при остром болевом синдроме, внезапно возникшем, человек, ну, не всегда как-то склонен адекватно себя вести. Вот этот классический случай, который, ну, многократно возникал у меня, когда я работала в обычной городской больнице, когда человек приходит на регистратор, он начинает ругаться, чтобы его записали быстрее, потому что он не может. Это не потому, что он вредный, не потому, что он невоспитанный, а потому, что у человека, ну, как бы, действительно болит, и от острой боли у него паническое состояние. И в ряде случаев, когда мы проявляли некую терпимость и действительно принимали этого человека, мы понимали, что этот человек, ну, он не просто так ругается, потому что у него действительно какая-то острая ситуация. А если боль становится хронической, она действительно меняет состояние сознания и вот люди, но в большей степени это может быть относится к неврологической патологии, к такой проблеме, как, соответственно, периферический анокопчиковый болевой синдром, кокцигодинея. Это, строго говоря, не проктологическое состояние, и хирургически оно не лечится. Но вот выраженный болевой синдром, он меняет психику людей, и вот то, что мы, может быть, слышим какие-то истории, когда кто-то там в поликлинике ругался, в скандале, поверьте мне, это не просто так, это не от того, что человек там какой-то злой, либо невоспитанный, либо он там всех ненавидит, им просто никто не может помочь, и действительно у него психология от хронического болевого синдрома, но изменена, и здесь мы, как врачи, уже должны как-то быть более терпимы, да, идти людям навстречу, конечно же, обезболить в первую очередь. Сейчас, в 21 веке, у нас очень много эффективных средств для обезболивания, начиная от банальной местной анестезии, которая тоже помогает, продолжает опериональными блоками, ну, опять-таки, да и препараты современные тоже достаточно эффективны, но боль меняет состояние человека, здесь врач должен идти навстречу, и надо сказать, что когда мы именно идем навстречу, начинаем помогать этому человеку, он меняется у нас на глазах, он из человека, который скандалил, требовал, и опять-таки, его требования, на самом деле, были объективно обусловлены, человеку было больно, и страх боли, это достаточно серьезный витальный страх, так вот, когда мы идем навстречу, вот тут у нас открывается комплайнс полный, помогите этому пациенту, избирайте его от острой боли, и он все же не будет слушать вас, он будет правильно питаться, он будет принимать адекватное количество жидкости, он не захочет повторения этого эпизода, и действительно, вот один из таких способов достичь высокого уровня комплайнса с пациентом, это помочь ему в острой стадии. А в то же самое время вы упоминали, что геморрой течет волнообразно, бывают периоды обострения, бывают периоды ремиссии, ну, мы можем предположить, что пациент, да, да, столкнет любое хроническое заболевание, что, тем не менее, пациент столкнется с возвращением боли, и такие ситуации вполне могут демотивировать, по крайней мере, мы видим такую динамику на других хронических пациентах. Надо говорить, здесь ведь весь вопрос в том, что в какие-то все, ну, большая часть конфликтов, либо каких-то непонятных ситуаций у нас возникает даже не от понимания, от недосказанности. Если человек пришел, например, с острым тромбозом геморридального узла, да, мы ему помогли, в острой стадии сделали и сечение узла, у него все прошло, но через пять лет он опять поприседался со штангой, женщина родила двоих детей, соответственно, мужчина там занялся поверлифтингом, у него возник тромбоз абсолютно нового геморридального узла в другом месте, и если мы с человеком не поговорили, он будет считать, что доктор, наверное, что-то ему не доделал. Поэтому я всегда с людьми не общаюсь, я вот даже вот заметил за собой, что я разговариваю с пациентом дольше, чем делаю операцию. По времени. Вот так оно получается. У меня больше идет времени на разговор, может быть, потому что я оперирую быстро, как-то вот так вот получается, у меня поток пациентов большой. Идея немножко в другом, что надо все это обсудить. Какая-то острая ситуация. Мы объясняем человеку, что мы сейчас тушим пожар. Это не операция по полному удалению геморроя из вашей жизни. Мы сейчас ликвидируем острую ситуацию, потом вы приходите, мы, когда у вас уже ничего не болит, не кровоточит, спокойно, планово, мягко, нежно, делаем полный осмотр и с вами определяем тактику. То есть это нужно проговорить. Часто я людям говорю такую вещь, что, знаете, моя работа, это как работа автомеханика. Мы чиним машину. Вот вы приехали с какой-то поломкой, мы ее идеально починим, она будет в отличном состоянии, но дальше все зависит от условий эксплуатации. Надо объяснять это пациентам. И вот мы с Константином Андреевичем, большие любители малоинвазивных методов лечения, Константин Андреевич у нас, наверное, один из ведущих экспертов по лазерным технологиям. Ну, скажем так, я учился лазерным операциям у Константина Андреевича. Я очень люблю малоинвазивный метод трансональной гемордальной дезорторизации, так называемой операцией холорар. Так вот, идея в том, что люди после этих операций, у них действительно очень высокое качество жизни в раннем послеоперационном периоде, намного ниже сроки реабилитации. Да, дискомфорт после операции есть, но он не сопоставим ни по выраженности, ни по продолжительности, чем дискомфорт после традиционных операций. Но вот, к сожалению, люди после малоинвазивных мешательств, когда они действительно в этот же день уехали домой, либо там максимум на следующий день, потом вышли на работу и быстро забыли об операции, они как раз высокий комплайнс не показывают. Единственный вопрос, который нам пока задали, это где же Бадман Николаевич? Вот Бадман Николаевич, Башанкаев, он наконец доехал, Бадман Николаевич, не менее героически, чем все эксперты, преодолевали московские пробки. Если можно, вот ту тему, которую мы подняли до перерыва, адресую сейчас вам. Мы говорили об изменении качества жизни пациента-врача-колупрактолога и о том, какие факторы в коммуникации с пациентом обеспечивают комплайнс. Хорошо сказали. Первый вопрос, который задали, что обеспечивает качество жизни колупрактолога? Ну, сложно, наверное, понимание семьи, что ты работаешь в сложной проблематике. Это не дерматология и не некоторая терпедия. Это работа... Сейчас расстроились врачи-дерматологи. Да, ну ничего страшного, коллеги. Есть дерматопсихология, мы уже говорим о проктопсихологии, поэтому каждая специализация имеет свой психологический такой паттерн. Как добиться комплайнса у пациента? Очень просто. Ну, как бы я не сразу тоже к этому пришел. Наши болезни зазорные, как мы уже говорили, табуизированная тема. Вообще в Российской Федерации, в постсоветском пространстве. Любой человек, который идет к проктологу, он просто мимо даже проходит кабинета, в поликлинике, и он уже все. Он какой-то вот нечистый, он что-то с ним не то. Стигматизированный конкретно. И любой человек, который уже дошел к тебе на прием, это герой. Это маленький герой. И вот тут начинается такая дилемма. Иногда приходят совсем не по адресу. Мы часто смотрим пациентов, которые гастроэнтерологически, это синдром разношеного кишки. Мы часто смотрим, опять же, гастроэнтерологически, это дивертикулит, совершенно без никаких вообще больших воспалений. Мы очень много смотрим людей с такими прокто-психологическими состояниями, когда боль, как цигодинея, это между дорсопатией и такими обсессивными состояниями. Перианальный зуд, который не имеет ни глистов, ни какого-то явного геморроя, ничего. А просто человек обсессивно начинает чесаться там. Это тоже прокто-психология иногда бывает. И мы, кстати, очень много будем об этом говорить. Я рад, что вы участвуете в этом, в нашем проктофесте. Помните, что 10-12 декабря этого года частично онлайн, частично очно будет проходить наша любимая конференция проктофест. Вообще она называется тренды традиции оперативной проктологии. Но так как Денис Леонидович и Константин, они как-то ловко назвали это все проктофестом. Будем делать проктофест. Пациент пришел, он уже герой. Твой ли это пациент, именно имеет ли он анальную трещину, геморрой, рак толсткишки, язвенный калит? Хорошо, тут мы умеем разбираться. И никогда не ставить пациента в том, что он, дескать, виноват в этом состоянии. Мы не знаем патогенеза до конца развития геморроя. О чем говорить? Как вы можете обвинять человека, что вы плохо какаете, вы тужитесь в туалете? Мы не знаем до сих пор, почему геморрой развивается. Там есть несколько теорий. Владимир Иванов недавно нам докладывал, что во Франции была научная работа. Вова, привет тебе. Что патогенез геморроя французские авторы связали с мастурбацией. Как это вообще относится, я не могу понять. Но, возможно, это тоже имеет значение. Потому что связка Паркса, ее расслабление, как нам пишут в учебниках, не всегда соответствует правде. Потому что не все из трех присутствующих коллапрактологов. Может быть, только Денис Леонид видел связку Паркса. Я ее не очень видел, честно. Я бы тоже долго искал, но... Ну, очки надо носить получше, получше очки носить. Пришел пациент, не стигматизируем, работаем с ним, как с человеком, у которого случилась беда. Как нас учили наши наставники, даже если человек страдает наркоманией или алкоголизмом, и я не про нас с вами, коллапрактологов, да, мы относимся к человеку как к отравленному. Поэтому заранее сидеть с квадратным лицом в таком вот отрицательном негативе, это полностью дискредитировать нашу специальность. Я могу предположить, по поводу чего возникает такое квадратное лицо. Мы тоже немножко про это до перерыва говорили. Когда пациент достаточно долго терпит дискомфорт, боль, зуд и так далее, и так далее, мы говорили о том, что это может происходить и годами, и десятилетиями. И обращается к врачу-коллапрактологу спустя 30 и более лет с ситуацией, уже зашедшей крайне далеко, когда требуется расширенное оперативное вмешательство. Врач по этому поводу может испытывать, ну правда может, разные негативные чувства, расстраиваться и вести себя обвинительно. Говорить пациенту, ну что же вы, голубчик, запустили, вам надо было 30 лет назад прийти, а сейчас-то что? То есть по-человечески это очень понятно. Другое дело, как это? Нет? Непонятно. Мы врачи, мы должны быть хорошо, что вообще пришел. Мы должны действовать тем, что есть сейчас. Он пришел, слава богу, мы решаем ту ситуацию, которую есть сейчас. А наш пациент оказывается профессионалом сантехником. Он приходит на следующее утро к тебе домой и говорит, ну бад Николаевич, ну как же вы так за трубами-то плохо следили? А я-то откуда знаю, как за трубами следить? Это не моя работа, я вообще в этом не разбираюсь. И у нас, наверное, всех троих, и вот всю школу прокторуса и проктофес, которые мы ведем совместно, мне кажется, мы меняем парадигму отношения, когда заходит в кабинет пациент, мы его честно ждем и радуемся, что он пришел позитивно. Нет вот этого классический вид колопрактолога в поликлинике, там, несколько десятков лет назад. Это человек достаточно такого крепкого телосложения, иногда с пузиком, в белом халате, не обязательно самым обрятным, в каком-то чепчике, таком белом и с очень недовольным лицом. Что ты пришел? И вот такая профессия была несколько, может быть, дискредитирована таким поведением. Сейчас это больше, вы посмотрите на наших слушателей, у нас там чат есть в Телеграме, свой прокто-чат. Ну, как ни удивительно, прокто-чат, да? Школа проктофесса, у нас очень позитивные доктора, которые не считают, что это зазорно и очень хорошо помогают. Как только пациент понимает, что его никто не будет ругать здесь, обижать, что ему предложат шортики на осмотр, то есть его в отдельную комнату отправят, его медсестра расскажет, как переодеться, как на себя надеть шортики дырочкой назад. Они все стремятся дырочкой вперед их надеть, но мы, говорю, дырочка назад. Ну, в этом, да, есть такая узнаваемая логика. И они ложатся на кресло, у меня там безумно классное кресло, потом я эти шортики перевожу в состояние юбочки, потому что я разрезаю, потому что мне надо больше смотреть, всю промежность, но уже лед тронулся. И он понимает, что да, здесь с уважением относятся к человеческой наготе. Это не армейский военкомат, где вас построят 20 человек, там, помните, в военкомат приходишь, и там тотально надругательство над человеческим... Достоинством. Да. Не все люди могут сходить по-большому в туалете общественном. Для меня это критерий, кстати, запорщиков. Я говорю, а вы в жизни хотя бы в Макдональдсе ходили по-большому? Причем Макдональдс для меня это критерий чистоты и качества. Там следят. Это непридорожное кафе, где-то там в Улан-Холле, извините, где-то там, где у нас просто дырка в полу. Самая дешевая, бесплатная сеть, чистых опрятных кафе. Пациент говорит, нет, я не могу, потому что у меня вот там обстакал в голове, как бы я никогда-то... Все, это уже половина диагноза сделана. Спасибо, что вы нас собираете. Мне кажется, мы можем вместе как-то поломать эту парадигму, что коллапрактолог это обязательно такой вот хамоватый человек без вазелина, с каким-то пальцем. Великий палец. Да, великий палец. Голфингер, как некоторые говорят. И, кстати, маленькая деталь. Коллапрактологический осмотр полный. Может осуществляться как на боку, налево-направо, как удобно. Может осуществляться на коленях на специальном столе, который изгибается под колени. Может быть в позиции как лититомической, с ногами разъединенной по саду, как гинекологи. Я так люблю смотреть мне проще. И может быть в советском жестком варианте в коленно-локтевой. И я крайне редко ее использую. Это больше для рактоскопии я называю позой злой кошечки. И вот из четырех предложенных позиций наши зрители могут послушать, какая из них более человека любила. Мне кажется, может быть на боку или на левом, или что-то гинекологическое более, когда вот эта непонятная позиция такая, она сразу с умыслами, так скажем. Уничижительная. Можно так восприниматься. Да, и поэтому как-то чуть по-человечнее. Меня очень впечатлила история про юбочку. Скажите, у вас есть юбочки для того, чтобы смотреть пациента? Ну, они тут же превращаются в юбочки. Да, но они есть. А у вас? Конечно, естественно. Это такой очень животрепещущий вопрос. На самом деле, для женщин пойти ко врачу-мужчине, это такая достаточно дискутабельная тема. Особенно к молодому, красивому чемпиону по пауэрлисмингу в Москве когда-то. Нет, ну в любом случае, это очень важно, на самом деле, донести, что пол значения не имеет. Потому что это действительно проблема. Чтобы люди не смущались, я, например, когда они переедаются, нахожу, готовы кабинеты и спокойно их, соответственно, дожидаюсь. Все это делаются, да. Там далеко не все делают. По закону кабинет коллапрактолога, по бывшему СанПИНу, должен состоять как минимум из трех комнат. Первое – поговорить. Второе – осмотр. Третье – санузел. Уважаемые зрители, у кого так? У меня так, но у нас специализировано под это дело. Очень с уважением относимся к человеческому privacy. Все как-то по-русски правильно. Приватность, достоинство. Да, но я не помню, чтобы кто-то легко вот прям за три секунды… Хотя нет, некоторые медицинисты есть, которые… А, давайте я прямо здесь скину все из себя и еще по коридору клиники похожу. Ну, скорее общее место, что пациент все равно будет стесняться, как-то неловко себя ощущать, если врач ведет себя как-то более напористо или агрессивно, или неуважительно. Маленькая деталь. Вот не всегда получается, это зависит от клиники, зависит от особенностей руководства. Я всегда настаиваю в любом месте, где я либо работал, или как, ну, даже я выжжен в Калмыкию, я прошу на всякий случай, чтобы мне ассистировала медсестра контрлатерального пола, так скажем. Чтобы не было… Женщина должна чувствовать комфортно. Вот медсестра, она мягко все расскажет, она постоит, все. В США были иски, судебные в том числе. Они причем были иногда высосаны из пальца, из голдфинга, но это было на всякий случай. Женщины быстрее договорятся, чем когда я буду там что-то рассказывать. Вот медсестра расскажет, она покажет, как переодеться, выйдет, мы подождем, пациент говорит, можно войти. Или там иногда кричат из соседней комнатки через дверь там, и говорят, можно войти. А ведь старый анекдот. Сорокалетний холостяк до сих пор кричал, когда из туалета выходил, мама, я покакал. Помните, как маленькие дети, мама, я покакал. Так у меня пациент, я переоделся, хорошо, мы идем. Вот важный момент, это особенно актуально, я неоднократно проводил консультативные выезды на Северный Кавказ, и там очень часто, видите, женщина, ну, за счет особенностей местного ненталитета, приходит с мужем на прием. И, в принципе, жалобу рассказывает муж, говорит обо всем. Ну, женщина при супруге молча сидит в сторонке, но иногда кивая, соглашаясь. И действительно возникает неловкая ситуация, когда, соответственно, я, мужчина, должен смолить женщину. Решается она очень просто, присутствует медсестра-женщина, и я наедине никогда не остаюсь, соответственно, с этой женщиной. Я выхожу и продолжаю разговор с мужем. В этом очень часто этот разговор может быть даже уже какой-то отстраненный. Соответственно, они переодеваются, меня приглашают, я в присутствии сестры провожу осмотр, все безопасно, все спокойно, опять-таки, никто не заставляет оголять именно наружные половые органы, как бы то, что нужно. У нас очень интимный осмотр. Вот, у нас осмотр интимный, но он не нарушающий личное пространство. Соответственно, я осмотр сделал, выхожу. Ты считаешь, что вот это не нарушает личное пространство? Ну, если это сделать аккуратно, нарушение личностного пространства, это же психологический момент. Можно грубо просто поговорить с человеком так, что это будет уже нарушением его личного пространства. А пальчик в попу можно засунуть действительно аккуратно, что для человека это не будет каким-то психоэмоциональным насилием. Это именно зависит больше от эмоционального фона. Ну, соответственно, после осуществления осмотра, опять-таки, выхожу из кабинета, пациентка в присутствии медсестры одевается. И вы знаете, это тоже очень резко, как мы вот говорим про комплайнс, это очень резко повышает комплайнс пациентов. Они видят, что их культура, их обычаи уважают. Им от этого становится комфортно, и это сразу очень повышает уровень доверия к доктору. Дальше мы общаемся уже все вместе, ну, соответственно, принимаем какое-то решение. Но у каждого человека своя специфика. И это не только про какие-то отдельные этнические группы, про какие-то отдельные этнографические регионы. В принципе, все наши пациенты разные. И здесь наша задача, это не только правильно поставить диагноз, назначить правильное лечение, но и найти тот самый ключик подхода каждому пациенту. Мы говорим про пациенту. Слушайте, я прямо предвижу комментарии от слушателей, которые каждый раз, какой бы мы круглый стол ни делали по какой специализации, возникают примерно в этом месте. Городская поликлиника, 12 минут на прием. Нет у меня, как у врача, возможности учитывать все этнические аспекты. Есть. Я работал и Денис, и Костя. Мы работали в разных совершенно и государственных клиниках, и в частных, будь то Кавказ, будь то Азия. Есть возможность всегда вести прием по-человечески. Всегда есть. Что его иногда задерживает, это медлительность медицинских информационных систем. И необходимость много писать. А так всегда возможно. Я вижу Дима, скорее всего, это Тима Соловьев, наш друг из Екатеринбурга. Спасибо, что ты смотришь нашу передачу. Норматив из трех кабинетов давно нет. Ну, хотя бы из двух зон, допустим так. Если вы до сих пор, Дмитрий, смотрите всех прямо вот в одном, как в армии, то мне немножко грустно иногда. Мы не будем наезжать на слушателей. Еще расположение кабинета очень важно. У нас всегда такое с ним нормально. Шермирование? Шермирование не совсем помогает. Все-таки это иногда и малые процедуры, и это запахи. А органолептические иногда сложно. Поэтому лучше, да. Я немножко чуть поведу в этом танце. Сложный пациент, он дошел, мы рады. Он сделал большой шаг. Мы соблюли все максимальные приличия. И это можно уложить 12 минут. Я это делал, все ребята делают, не проблема. А дальше начинается объяснение диагноза, почему я так поставил, что повышает комплайнс. Продолжаем. У меня есть монитор, телевизор такого размера, который висит на стене. Я прям в свой компьютер вытаскиваю картинку, перевожу туда сразу. И показываю, вот так анатомы считают, что выглядит болезнь. Вот так, вот так, вот так. Такая моя точка зрения. Вот там подтверждение. Если у нас есть комоскоп, на видео мы вам только что показали. Вот картинки, вы можете графировать, можете распечатать, ходить с ними. И дальше каждый пункт из стандартного лечения, который основан на клинических рекомендациях с авторами, которые, вот мы почти все, тут авторы клинических рекомендаций Российской Федерации, они должны на них основываться. Но каждый пункт надо рассказать. И это как театр, и ты играешь Лейдиз Найт, есть такой спектакль в Москве, где Миш Пальцемак играет, они играют лет 25 уже. И, кстати, вот каждый раз одно и то же играть, одно и то же играть. И мы каждый день, иногда по 10-15 раз рассказываем одну и ту же роль, только маленькой. Можно я сейчас выступлю таким штатным троллем? А нельзя просто дать пациенту почитать, подроспись, сказать, слушайте, ознакомьтесь, что тут, ешьте больше клетчатки, избегайте запоров, вес, пожалуйста. Это в ГИБДД так штрафы пишут. Да, вот примерно. А нам надо рассказать. Некоторым можно. Кстати, давайте вот как раз про наших разных пациентов. Если вы помните, мы как-то делали конференцию с вами в Крыму, как раз в этом же составе. И там очень интересный такой был доклад по типам пациентов. Ведь есть такая шкала юма, да. Собственно, делим их на 4 типа. Вот есть некоторые пациенты, которым именно нужно написать, и именно нужно вот, их не такое большое количество, да. Но в любом случае проговорить нужно, но многим нужно еще и написать, дать его, то есть сказать, что прочитать. Мы пишем все, но каждый пункт дополнительно озвучиваем. Потому что я еще хочу обратно у сложных пациентов в присутствии родственников вербальные подтверждения, что они поняли. Потому что, как вы прекрасно знаете, понимают они совершенно по-другому. И это удивительно. Это, наверное, с возрастом, с опытом. Раньше я просто печатал, пытался проговорить и радовался, что я такой классный доктор, все объяснил. А потом понимают, что они реально не все... Ну, стресс. Человек только что разделился перед другим. Тут куча родственников еще узнала, что у него такая болезнь. И он... Вам понятно, что надо снизить вес? Понятно. Да, и он пошел. И дальше мы как врачи ожидаем, что он вот пошел и... Он побежал, да. Как я с шестилетним образованием, аспирантурой, анатурой, в таком же уровне понимания болезни будет ничего подобного. Человек может быть юрист великолепный, а врач никакой. Не такой великолепный. Не такой великолепный, да. Поэтому написали, рассказали по-простому, что-то дорисовали, вернулись обратно, вы все правильно поняли. И начинается повторение. Ничего страшного. Следующему пациенту можно выйти и сказать, смотрите, у нас тут сложная ситуация, 5-7 минут, я чуть дольше завержусь другим. Надо сделать скидку, надо посмотреть бесплатно. Да вообще просто, ну, по-человечески, доброе слово и кошке приятно. Это точно. Знаете, я хотела спросить, вот вы упомянули ситуацию, когда приходит женщина с мужем, муж полностью участвует в осмотре, в обсуждении. Бывают ли обратные ситуации, когда пациенты просят не сообщать родным? Или там скрывают... Да, лучше рядом. Как это выглядит? Здесь медицинская тайна, есть медицинская тайна. Все, что происходит в моем кабинете, остается в моем кабинете. Если человек уж напрямую открыто заявляет, ну, естественно, что никто разглашать информацию о состоянии его здоровья, его диагноз сообщать не будет. А как же, вот вы рассказывали, да, вы говорили, пациент! Это да, пациент с геморроем ко мне. Кто с геморроем? Другое дело, что если, например, заходят супруги, либо там мать приводит сына, и такое тоже достаточно спостерено, когда уже пожилая, в общем-то, женщина приводит великовозрастного сына с сединой, и который вот сыночек, сыночек, и такие тоже есть. Если люди заходят вместе, понятно, что здесь мы говорим уже открыто, да, мы все можем говорить, то, что мы вот с вами в кабинете смотровом только что увидели, да, все, или нет, ну, давайте подождете за территорией кабинета. Опять-таки, здесь недопонимания, они возникают от недосказанности. Можно задать простой вопрос, соответственно, секретов никаких нету, нет, ну, говорим открыто, четыре ухо, это намного лучше, чем два. И мне даже нравится, я больше скажу только, что когда приходит человек один, он действительно может быть напуган, ну, вот ему палец, там, соответственно, риктоскоп, ему посмотрели, там, да, он увидел этот аппарат, и он в некотором шоке. Когда сидит два человека, три, даже если пациент что-то недопоймет, что-то не услышит, у него есть вторая голова, да, еще пара ушей, которые, в принципе, повышают наш комплайнс. Этих тоже надо проверять. Ну, все бывает. У нас еще два пациента есть. А я, знаете, про что хотел спросить, вот, Бадмай Николаевич, вы самый главный адепт предотвращения колоректального рака. Нет, не самый главный. Не самый главный. Есть еще больше главный, я номер два. Да, хорошо. И в начале сегодняшней встречи вы упомянули, что, ну, бывают такие ситуации, когда пациент лечился от геморроя, предполагая, что у него геморрой, фармацевт ему в этом активно помогал, или провизор, потом выяснилось, что это вовсе не геморрой, а это, там, онкологический процесс в какой-то стадии. Я предполагаю, что, ну, не так просто сообщить это пациенту, и для пациента это может быть большой удар. Как это происходит? Тут есть две школы, отечественная и иностранная, у нас, по-моему, у всех смешанная. Человека видно. Спустя, там, 20 лет работы в клинической практической хирургии, кабинет открывается, заходит пациент, и видно, что за человек. Я могу многое про него рассказать, даже он этого не знает. Видно, как заходит, как, ну, потому что типажи людей, они приблизительно похожи. И каждому человеку свое, как великий Захарин, он, и мудро, кстати, тоже, они артиста смотрели по-французски, с артистическим, там, Хо-Хо Шарман, купцу резко, в приказном тоне объясняли, потому что человек, как привык, там, каждому свое. Если человек понятливый, и видно, что у него, там, интеллект гораздо больше, чем у врача иногда, такое тоже бывает часто, кстати, то вполне можно найти варианты ответа, так вот, ну, это заболевание, там, сложное. Человек понимает, но слово «рак» вслух не сказано. Но он понимает, что, ну, вслух не сказано, ведь, как бы, пределы приличия соблюдены, но все все понимают. Вот у вас КТ, МРТ. Бывают люди, когда по глазам родственников видно, что они не хотят, чтобы папа и мама услышали эти слова. Поэтому надо аккуратно, вот, полунамеками, смотря на реакцию каждую такая. Такая, и вот, когда на лице у них облегчение, что это полип, который достаточно крупный. Возможно, он злокичрился, но даже если он не злой еще, он настолько большой, что мы не уможем его убрать через колоноскоп, и мы должны сделать операцию. А вот дальше мы поймем. И вот такими полунамеками тоже, это не совсем соответствует чисто американской практике, когда вы должны сказать, у вас рак, вам осталось 2,5 года жить, вы помрете от того-то, от вас будут такие... Ну, все-таки не совсем так. Да, все-таки не совсем так. И в конце сказать, ну, может быть, это не точно. Да, но я в этом не уверен. Все время психологически смотришь тонкими намеками, понимаешь. Батман Николаевич, а какую задачу вы решаете, избегая произносить слово рак или онкология? Комплайн, чтобы человек не начал бояться сильно. Если он начнет уходить в депрессию, он так закроется, что вот это принятие, осознание, это все затягивается, и он не совсем хороший, он не победитель уже в процессе нашего лечения. Ведь большинство случаев, которые к нам, слава богу, приходят, и мы оперируем, они на 75-95% победители уже по онкологической ситуации. Мы не оперируем людей с метастазами, там смысла нет оперируют. Если кого-то не оперируют, то, наверное, там такая ситуация сложная, что как бы вот... А те уже, ну, сейчас кто-то, соседка, бабушка, еще кто-нибудь расскажет, онкология, рак, все, готовь деревянный макинтош, или езди на дачу и готовься к земляным процедурам, все, у человека стигматизация, страшно и так далее. То есть вы таким образом стараетесь не напугать пациента излишне? Не напугать и информировать. И очень, кстати, мне помогают, хорошим пациентам, то, что Миша Лосков начал давно с фондом «Живое», они перевели НССН-стандарты, и я просто либо ссылку делаю, либо показываю, что просто 84-83 страницы пациентской методички о колоректальном раке очень жалко принтер печатать. Я на флешку скидываю или просто ссылку пишу, чтобы они дома могли почитать. Тогда многие вопросы эти уходят. Давайте прокомментируем для тех наших слушателей, кто, может быть, не знает, что это переведенные на русский язык самые современные гайдлайны для пациентов. То есть руководство для пациента, не для врача, а для пациента, как ему быть, обходиться с этим заболеванием. Денис Леонидович, каков ваш опыт? Если вы видите онкологический процесс у пациента, вы сообщаете, сообщаете прямо, не сообщаете, как вы действуете? Ну, значит, слово «рак» я пациенту никогда не говорю. То есть у меня простое правило, это слово табуировано. Просто потому, что отрицательная эмоциональная окраска, услышав слово «у вас рак», человек сразу закроется в себе. Я говорю слово «опухоль». Я могу сказать, что, знаете, у вас есть опухоль, она, к сожалению, злокачественная. Это уже по-другому воспринимается. Ну, а дальше же все зависит от стадирования опухолевого процесса. Ведь в онкологии, мы по коллапрактологии говорили, а в онкологии это еще сложнее, еще стандартнее, да, и бывает еще нестандартнее, чем при лечении доброкачественных заболеваний. То есть есть пациент, мы увидели у него опухоль впервые. Понятно, морфологическая верификация делается какое-то время. Но, соответственно, думать вперед мы уже можем. Зачастую по внешнему виду опухоли мы уже можем понять, что, конечно, это там опухоль злокачественная. Злокачественная. Поговорить с человеком. Вы знаете, я стараюсь всегда вести позитивную волну. Вы знаете, вы молодец, что вы пришли. Очень хорошо, что вы сейчас обратились. Потому что обратись вы позже, мы бы потеряли драгоценное время. Я ничего скрывать не буду. Я скажу честно, как есть. У вас есть опухоль. По виду она очень может оказаться злокачественной. Но то, что мы выявили это сейчас, сегодня, и мы начали работать, это уже очень хорошо. Потому что если бы вы уехали в апреле на дачу и вернулись бы только в октябре, значительная часть времени была упущена. Ну, ничего не изменилось? Ну, тем не менее, для человека это уже хорошо. Мы его похвалили. В позитивной хэнке. То есть мы объясняем человеку, что он молодец, что уже пришел. Вот он нам дал возможность его лечить с запасом по времени. Дальше объясняем, что вы не волнуйтесь, не переживайте. Мы этим занимаемся постоянно. Наш центр на этом специализируется. У нас делается много таких операций. То есть второе, что должен услышать пациент, что он не к случайному доктору попал, который вот увидел опухоль и не знает, что делать. Вот у меня была, например, женщина, которая пришла в истерике, которая плакала. Она говорит, я пришла в поликлинику проктологу, проктолог засунула мне палец в попу, и как закричала, что у меня там опухоль, она там устроила истерику, что мне срочно надо идти к врачу. А она была у кого-то не врача? Я, честно говоря, фамилию не помню, что надо идти к онкологу. То есть доктор, проктолог в поликлинике, начал опухоль, но устроил форменную истерику. Ну, видимо, она решала ту же задачу, вернее, обратную. Напугать пациента достаточно для того, чтобы побудить действие. Здесь немножко другая задача. Мы объясняем человеку, что, вы знаете, мы этим занимаемся. Не волнуйтесь. Ну, а дальше объясняем ту самую концепцию. Катэ ему делать с контрастным усилением, МРТ, что надо сделать. Можно сказать такую фразу, что, вы знаете, я бы рад был вам рассказать больше, но пока сейчас у меня для вас больше вопросов, чем ответов. Потому что стадии непонятные. Нам нужно сейчас, не теряя времени, все узнать. Дальше есть стандарты, по которым мы действуем. В онкологии сильных отклонений нет. Ну, потому что все мы работаем уже по общепризнанным методам. Человек собирает анализ, ну, а дальше уже как бог даст. Потому что часто мы имеем дело, ну, я скажу так, не очень часто, но периодически возникают люди, у которых онкологическое заболевание выявляется на четвертой стадии. То есть при генерализации, при наличии отдаленных метастазов. Это не значит, что мы не можем этому человеку помочь. Мы не можем его вылечить, мы не можем его спасти. Но мы можем как-то ему продлить жизнь, обеспечить более приемлемые качества. И даже самый терминальный пациент, но он не должен умирать от голода, боли или жажды. Не проходимости. Таким пациентам не проходимости. Отключение не проходимости, и пациенту не нужно умирать. Вот таких три момента, четыре. Желтите. Есть палиативные способы, это выведение кишечных стом, которые мы делаем, малоинвазивным, малопароскопическим способом. Это уже детали. Но тем не менее, мы должны показать, что каждому пациенту, вне зависимости от его стадии, можно помочь. Если мы не можем его взять на операцию, радикально его прооперировать, это не значит, что мы не можем его отправить к специалистам по палиативной онкологической помощи. То есть, люди должны понять вот это. Возможно, опухоль умирится. А там усоперируем. И там, возможно, будет операция. Но все должно быть через понимание пациента, почему. И вот такие случаи были? Когда человек действительно похимичили, и усоперируем. У нас вообще, как в онкологической практике, проблема выживаемость пациента, при колоректальном раке определяет печень. Если печень нафаршированный метастазом, то смысла операции нет, потому что просто нет. Если нет непроходимости к лечению, не надо, человек ему очень. Если есть, то же дома. А вот если нерезектабельные метастазы в печень при поддержке Руслана Богдановича Алиханова или кого-то из наших больших друзей печеночных хирургов уменьшаются резектабельные, то тут мы цифры, вот это они должны слышать, пациенты, если 10, если 15 лет назад, без такой химии, как сейчас, и радикальной хирургии, как сейчас, только 6% пациентов с метастазическим раком толстой кишки переживали 3 года, 5 лет вообще было сложно, то сейчас эта цифра в центре Рене Адова поднялась там до 40%, ну в среднем 30%. И пациент такой, это что значит 5 раз? Да, 5 раз. Да. И недавно уже не сюрприз увидеть пациента с метастазическим колоректальным раком, который пережил 2, и 3, и 4, и 5 лет. И у меня есть мои личные наблюдения, там мои дорогие друзья, мы там уже по 7, по 9 лет дружим, и не одна операция на печень, но все человек живой. Раз уж мы вспомнили инстаблогеров, а вы признались в начале, что вы ведете блог, у нас есть новая звезда интеллигентного коллопротеологического инстаблогинга. У нас, к сожалению, либо перегиб в какие-то мультики непонятные, я к такому доктору бы, наверное, бы не пришел, когда у него постоянно какие-то мультяшки, тиктоки какие-то непонятные. Это вы доктор или как? Ну, потому что не целевая аудитория тиктока, а есть люди, уж не знаю, насколько часто у них возникает геморрой. А есть люди, которые занимаются еще самолюбованием. Мы тоже немножко все нарциссы здесь. А у Кости получилось, я не знаю, кто тебя ведет, твой аккаунт, но у него, посмотрите, Константин Коршунов, the best, Константин Коршунов в Инстаграме, он тонко, интеллигентно, вот все, что мы говорим, только он в виде видеоролика, ну шикарно, просто хорошо, прям вот браво. У меня, знаете, какой вопрос возник? Вот это частая такая проблема инстаблогеров. Вы даете информацию для пациентов по своей профессиональной деятельности и в директ получаете вопросы от пациентов, которые не могут прийти к вам на прием. Доктор, я живу в отдаленном регионе, мне написали вот это, посмотрите, пожалуйста, заключение, скажите, правильно или неправильно, доктор, я умру или я буду жить, и вообще, что мне делать, и как мне жить. Случается такое? Случается. Ежедневно. Анализы высылают, снимки. Ну, здесь, опять же, нужно, наверное, ориентировать пациента на то, что и в регионах тоже есть медицина, и хорошая медицина, и мы сейчас ни в коем случае не центрируемся в Москву. Я могу сказать, как, ну, собственно, как человек, часто путешествующий по регионам, и, в принципе, почти всю Россию объехавший, есть медицина, есть действительно талантливые, хорошие доктора, есть современные технологии, поэтому это все достижимо. Опять же, по поводу онлайн-консультации, это вот такой частый вопрос пациентов. Да, мы можем посмотреть анализы, да, мы можем посмотреть вашу документацию, наметить какой-то, наметить какой-то Путин, вот может быть, да, но это на крайне. И, конечно, не законно, потому что, посмотрели медицинские консультации, официально по закону, видите, как представитель законодательной власти, до сих пор они запрещены. Если у вас не было первичного осмотра очного, то все остальное, это, к сожалению, может быть статья. Но, с другой стороны, есть один плюс всегда в этом, что мы можем все-таки пациенту донести, я стараюсь всегда донести, что вам нужно пойти к доктору. То есть, в принципе, основная мысль, то есть, очный осмотр, доктор не бояться пойти. То есть, мы понимаем такие достаточно желотрепещущие для пациентов темы, которые иногда пациент сам спросить не может, но посмотрев, убедившись, что это совершенно нормально, что это можно, любую тему, даже тему анального секса, тему половых контактов после операции, тему заболевания перед революционным поломным путем в проктологе, ее можно подать культурно, подать красиво и подать информативно, и пациент совершенно спокойно понимает, что можно пойти к доктору и можно это все обсудить, можно спокойно рассказать об этом доктору, ничего не скрывать. Это тоже очень важно. Потому что часто к нам приходят пациенты и начинается вот такой вот ребус. Чем вы болеете? Ничем не болеет. Если у вас какие-то сопутствующие заболевания, нет никаких заболеваний. После чего это возникло? Не знаю, просто так. А потом начинает выясняться, что это совсем все не так, и пациент половину про себя не рассказал. Потому что неловко, стыдно, стигматизировано, все, что вы назвали стигматизировано. Он дедушка о 70 лет, седоватый, похож на Айболита. Возможно бы этот припонт был быстрее снят. Про анальный секс? Сомневаюсь. Гнатий задал какой-то интересный вопрос. Это не вопрос, это комментарий относительно когда вы говорили про обязательное присутствие медсестры, женщины. Не обязательно. Оно пока не регламентировано. Но здравый смысл говорит, что лучше это сделать. Не надо взять письменное согласие на осмотр с озвучиванием, что будет делать пальцем в дальнейшем врач. Хорошая история. Другое дело, что даже письменное согласие не избавит вас от претензий и всячески оформленных и жалобы претензий пациентов в случае, если вы делали что-то не то, либо не установили доверительные отношения с пациентом. Никакое письменное согласие вас от этого не защитит. Опять же вопрос, какую задачу вы решаете. Со своей стороны я бы сказал, что письменное согласие должно обязательно быть. С тех самых времен, когда я работал в 24-й больнице, имея по 12 минут на пациента, это была совершенно чудесная школа жизни, замечательная практика. Я в принципе с самого начала, как меня научили, я научился. У нас все консультации начинали с оформления согласия. Человек приходит, открывается карта, соответственно, человек пишет согласие на осмотр, но самое главное фамилия, инициалы, роспись. Дальше мы продолжаем беседу. И это настолько уже сидит на парке курки, что пока мы согласия не оформили, сейчас согласий стало больше, и листов больше этих согласий. Понятно, что они проработаны юристами. Пациентам не нравится, да, и мы обессеем. 6-8 листов подписывали, галочки. Да, мы обессеем, почему это важно. Я начинаю с того, что давайте, чтобы потом не отвлекаться на нашу беседу, начнем с минимальных бюрократических формальностей. Просто вот здесь вот надо расписаться. Ну, бывают сложные пациенты. Илья Фоминцев, помните, недавно пошел к стоматологу и отказался подписывать информированное согласие. И наскандалил, и добился, что он не будет подписывать информированное согласие. Илья такое может себе позволить. Ну, опять же, не касаясь персональной, вроде стоматологи у нас вот неоднократно всплывали сегодня в обсуждении. Хотела, знаете, про другое спросить. Вы упомянули очень интересную проктопсихологию. Это просто горячий блинчик. Меня как профессионального психолога это прям невероятно тронуло. Это не то, что трогает. Оно каждый день, из, наверное, 25-30 процентов, которые мы все смотрим в день, но я сейчас чуть пореже, извините, но тоже смотрю в Калмыкии, например. Я бы сказал, что процентов 5-10 людей так или иначе, а в сезоны побольше, это люди, явно не имеющие проктологической проблемы. Или она не совсем с нами связана, но у человека обсессивность какая-то есть. Помните, как цепидиния мы говорили, как боль в прямой кишке? Ну, называйте парничу. Анизм, цепидиния, зуд периональный, который вообще ничем... Навязчивый зуд. Навязчивый зуд. Идиопатический зуд. Как люди попёрхиваются, так некоторые почему-то переносят туда. Но при этом страдания пациентов вполне реальны. Да, да. На фоне структура. Да, ну, когда мы уже... Ты пятый проктолог, и понимаешь, что до тебя смотрели явно неглупые люди, и ты видишь, что ничего нет. Это геморрой на 3 копейки, он никогда бы не вызвал такой состояние. Всегда надо коррелировать. Не надо просто найти радостный диагноз и его поставить в бумажке и убежать. Корреляция была или нет? Когда человек болит, а трещина нет, и криптида нет, и мышцы спазмированы. А вот это диагноз, ты говоришь, а вы кто? А я инвестбанкир. А что? А все фьючерсы упали. Или, а что? Говорят, ну вот я женат, ребёнок болеет, мы живём в семье, и всё сразу становится. Просто вот... Всё. Есть случаи более печальные. Вот буквально позавчера ко мне на приём пришла женщина, соперированная по поводу геморроя, где-то в регионе, в итальянном регионе. У которой всё после операции плохо, боли, которые были, ещё сильнее усилились. И вообще она считает, что хирург я сделал операцию некачественной, хотя хирург с опытом и в общем-то в регионе достаточно известный. И значит, раны у неё не заживают, но она ко мне приходит. Оказывается, что после операции прошло не больше месяца. То есть, в принципе, это не является незаживающими ранами. Никакого стеноза там и близко нету, потому что мой палец совершенно спокойно проходит. И, в общем-то, рубцовую деформацию... Вы палец больше, чем наш палец. Ну, я просто чуть выше. Вы посмотрите, к кому из проктологов приходить, потому что я думаю, что Денис у тебя сразу потом пациенту сейчас упадёт. Не жалусь. Ну, так вот, идея в том, что, к сожалению, видите, картина у этой пациентки не была геморридальной болезни. Она не страдала геморрой. Её ещё и соперировали. И состояние её ещё больше хучили. Случай трагический. Я, на самом деле, очень сочувствую не только этой женщине, но и хирургу, который её соперировал. Даже больше сочувствую хирургу, который выполнил эту операцию. И таких пациентов очень много. И очень часто отсутствие вот этого дифференцированного подхода, когда люди идут просто на потоке. Узлы геморридальные увидели, паралапс не поговорили, быстренько под нож операцию сделали, в поликлинику выписали. К сожалению, вот такие пациенты бывают. И здесь, на самом деле, этих пациентов прокторопсихологических видно. Как Бадмин Николаевич сказал, вот человек заходит, мы уже можем сказать, как человек садится. Какой это человек? Да. Вот он садится. Какой? Это вопрос какой? А, хороший вопрос. Мне не очень комфортабельно работать с гиперпедантичной пациентой. Для меня это сразу такой признак, что что-то тут не то. То, что Фрейд назывался анальной фиксацией. Да. Вот я не хотел с тобой это говорить. Очень подробно. Они гиперпедантичные люди. Они меня смущают, потому что они сейчас переспрашивают, спрашивают, переспрашивают. У меня даже медсестра, уже привыкшая ко всему, и она уже с такими большими глазами может стоять, вроде бы объяснили, нарисовали. Нет, еще раз, потом еще раз, нет, потом еще раз. А вы точно? Вот так вот. Иногда женщины, кстати, часто достаточно, женщины с явно сложностями в судьбе. Прямо вот это вообще. Это когда СРК, сколько цыгодини, и это прям трагедия, трагедия, потому что хоть ты ее всю обцелуй вдоль и поперек, все равно через месяц у нее опять будет плохо, и она скажет, что вы тоже, она никакой плохой врач. И вот основной критерий, это когда люди приходят, которые были уже там у 4-5, там 10 проктологов, и все плохие. Да, все плохие. Вот он вот приходит, я вот была, и все мы это друг друга знаем. У нас проктологический круг, это достаточно узкий. Это когда человек приходит, который был уже у многих людей, и он всем недоволен, и никто ему поставить не может, ну, высок риск, да, высок риск вероятности того, что можно оказаться в этой же компании. Не всегда, то есть оперированные пациенты даже. Зачастую это высокообразованные люди, это люди, занимающие достаточно высокие, так сказать, посты, или какие-то там системные администраторы, очень часто, не естественно, люди, которые занимаются администрированием, которые занимаются программированием, очень образованные люди. У меня, могу сказать, случай вот из, так сказать, своей практики, очень печально закончился. У меня был пациент, приходивший ко мне, знакомого невролога с синдромом хронических тазовых болей, в итоге это все закончилось, консультации психотерапевта, то есть я его отказался оперировать, там нечего было оперировать, и учитывая, что был ковид, он поменял психотерапевта, и какая-то другая терапия началась, и он покончил жизнь суббийством. Отлично. Случился суицид, до чего может довести хроническая боль, достаточно высокообразованный мужчина, молодой, с двумя детьми, очень хорошо зарабатывающий, не выдержал такой нагрузки. Вот мы когда говорим про СРК, у нас какое-то время назад был круглый стол по функциональным заболеваниям желудочно-кишечного тракта, в протокол лечения СРК входит назначение антидепрессантов. Насколько вы практикуете назначение препаратов? Сами никогда не назначаем, мы отправляем кровь специалистам. Все-таки назначать антидепрессанты нужно иметь, для этого нужно быть психиатром, ну либо психоневрологом. Зачем лезть в новую для себя сферу, ведь наш первый принцип это не навреди. Неправильно подобрав депрессанты, можно сделать хуже, чем есть, поэтому я бы никогда бы не стал брать на себя такую ответственность, и просто отправил бы человека к профильным специалистам. Но вопрос, наверное, сзазвучал у Анны, как подготовить пациента к принятию того, что здесь не наше дело, и тут надо как-то посоветоваться с человеком, который вам, возможно, назначит препараты. И дальше вы произносите психиатр или психолог. А здесь вот в этом туре. Вот все мы знаем, ну заканчивали там психиатрию в медицинских институтах, все мы знаем концепцию шизофренического бреда. Он же никогда не проходит вот, скажем так, вот как-то резко. Постепенное сдвигание, подвод ситуации, замена прямого смысла противоположным, получается так, что оно вроде как становится и логично. Точно так же надо начать разговаривать с пациентом. Никогда не надо говорить слово психиатр, психушка, то есть не надо говорить человеку, что вы знаете, вы псих, вам место всех болезней. Он доктор, так называется, психиатр. Это его название. Да, 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 да. Психоевролог. Я, значит, я мягко говорю, что вот, знаете, я вас посмотрел. К великому счастью, опять-таки, должен быть позитивный посыл. У вас нету каких-то органических болезней. Уж поверьте мне, ни трещину, ни свищ, я бы не пропустил. Да вы же еще, оказывается, сами МРТ сделали, где тоже ничего не нашли. Ладно, я тоже человек могу ошибаться, но у вас же еще два проктолога посмотрело, я их знаю, они тоже грамотные. Вот вы понимаете, что бывают такие случаи. И таких пациентов, поверьте, не единичные. Я таких пациентов вижу часто. Когда, соответственно, есть определенные жалобы, которые не соответствуют каким-то проявлениям болезни. Нет у вас органических изменений, и вам надо радоваться, потому что вы не хирургический пациент. Но вот я уже неоднократно встречал, и вот такие пациенты у меня были, и мы им смогли помочь. Вот вы понимаете, что ваша болезнь, она вам мешает жить. Она же не на ровном месте получилась из-за стрессов, которые вы приносите. Ну, рассказываем, неудачная судьба, может быть, неудачная семейная жизнь у женщины, либо банкир с обвалом фьючерсов мужчин. Вот вы же сами же можете. То есть сделать человека союзником, да? Сделать человека союзником, показать, что мы думаем на одной волне. Так, так, ну вот продолжите, прошу вас, мысли. Вы, значит, сказали, да, у вас стрессы. Я бы просто для того, вот у меня такие пациенты были, и они счастливы, мы им помогли, но положительные. Я просто знаю хорошего специалиста, который невролог. Невролог, понимаете, потому что заболевание может быть связано с патологией периферической нервной системы, а также и центральной. Вот фразу психиатр, но это будет оскорбление. Вам надо показаться психиатром. Ну, научный факультет, да, это кузница кадров. Слушайте, это прекрасно, если у вас есть такой невролог в кармане, к которому вы можете отправить шоцентр. У нас у всех есть такой зон. А дальше я могу уже позвонить, пускать, привет, там так-то и приятно, там, на мой взгляд, там... А я даже пишу эмоционально лоббильно, или когда кодовые слова эти вот... Вот фраза эмоционально лоббильно, можно позвонить, либо написать вот сапку, да? То есть у психиатра поставляете бездругу, конечно. Опять же, самое главное при этом еще исключить все остальные сопутствующие патологии пациента, скажем так, нет, естественно. Резутировать у всех, скажем так, смежных специалистов, да, чтобы точно сказать, потому что это частый такой вопрос у пациентов. Чтобы не отнести это к сфере психологии. У нас же все приходят и говорят, что у меня на нервной почве, подождите, сначала мы все исключим, а нервная почва, она у нас в самом конце будет. Да, мы же изначально говорили о том, что мы этот разговор проводим после того, как мы все органические проблемы исключили. То есть как подвести к человеку, что у него все-таки психологически, психиатрическое даже расстройство, и как сделать так, чтобы это не вызвало отрицательную эмоцию? Аккуратненько, и при этом делай его своим союзником. Есть простой психологический прием, заставляйте собеседников соглашаться. То есть вы сначала говорите что-то хорошее. Когда ты говорил Карнеги, помните, говорил три раза да, да. Да, человек согласен. То есть вы даете один факт, другой факт. Он с вами начинает соглашаться, соглашаться, но дальше человек начинает соглашаться автоматически. Очень сложно на рынок ходить, торговаться очень не сможет. Мы ходили, кстати, с ним на рынок, было весело. Но вот получается, что в коллапрактологии довольно много таких ситуаций в коммуникации с пациентами, которые требуют очень-очень большой коммуникационной гибкости. Слово «рак» не говори, онкология не говори, психиатр тоже не говори или психоневролог. Это может испугать пациента. Есть ли еще какие-то табуированные темы или слова, или термины, которые нельзя говорить? Наверное, это гомосексуальные связи. Не нужно говорить о гомосексуальной связи, давайте говорим просто, мы будем говорить про сексуальную ориентацию. То есть, мы не будем, да. Потому что… Анорецептивно связи. Все. Они могут быть совершенно… Кто-то из пациентов понимает это слово? Надо объяснить просто. Анорецептивно. Анорецептивно. Нужно просто не фокусировать, не фокусировать на этом внимание, спокойно задать вопрос о том, присутствует ли данный вид половых контактов в вашей жизни. И честно, они на самом деле не так сильно много влияют на нашу практику. Прямо вот безумно плохого сразу, которое вызывает кучу у тебя диагнозов, которые там вот это все делают, да ну как-то так не так часто совсем. Я с другой стороны хотел сказать, что у нас пациенты бывают совершенно разные. Да, кто-то практикует аннорецептивные связи. Мы должны ко всем пациентам относиться одинаково, ни в коем случае не выказывать какого-то неприятия. То есть, табуировано… А я бы сказал так, что табуировано – это высказывать какое-то неуважение к людям в другой сексуальности. Вот это табуировано. Мы эту тему, как правило, избегаем. Приходит больной пациент, для нас он в любом случае пациент. Ну и, соответственно, мы думаем, как ему помочь. Сложно. По табуированной теме в коллопрактологии… Вообще, помните, Юдин сказал, что там хирург, у него руки швейки, там глаза чего-то. Коллопрактолог нормальный, топовый, уровневый, и не обязательно по сетке непонятных там пациентских оценочных сетей, а вот человек, который признают в профессии, это часто прям вот умница. Сидишь, общаешься и наслаждаешься. И он в этом разбирается, в этом разбирается. Часто это такая смежная специальность. Ты и хирургик должен быть, и проктопсихологом должен быть, и дерматологом при этом должен быть, и еще и как-то понимать терапию, и при этом быть шикарным гастроэнтерологом. Потому что мы часто забираем на себя лечение запоров, лечение СРК, язвный кали, болезнь крови тоже к нам приходит. Почему-то люди думают, что запор – это коллопрактолог. Это вообще-то гастроэнтерологу, но так как гастроэнтеролог обычно очередь еще на 100 лет вперед… То вы берете это на себя. И в то же самое время, то, что вы сейчас упоминали, видимо, коллопрактологу нужно быть еще и довольно широких взглядов человеком без ограничивающих убеждений, потому что есть какое-то количество тем, которые сопровождают пациентов. Это способствует развитию комплаенса и способствует тому, что мы в контакте находимся с пациентом. Ведь разговаривайте с человеком о нем самом, и вы будете ему очень интересно. Найдите, как бы даже вот в процессе беседы, в процессе еще расспроса жалоб можно найти, как бы расположить к себе пациента, и он уже к осмотру будет совершенно полностью готов. Это пропедевтика, это еще еще для нас старше. У нас интересный вопрос. Хороший вопрос задала Ольга. С каким мракобесием вы сталкиваетесь? Огурец от геморроя все еще популярен? Кушать, чтобы профилактика запора помогает, а так, чтобы перани не назначали? Я дежурил тогда в качестве коллапрактолога. Я этими руками достаточно большое количество огурцов подоставал, потому что ботова оторвется. Это ролик, который был снят как прикол. Мракобесия пациентские от необразованности медицинской? Мракобесия пациентские, я предполагаю. А бывает мракобесия врачебная. Я с этим вторым боролся бы. Потому что есть хирурги, коллапрактологи, которые прошли четырехмесячные курсы практиологические, считают себя великими коллапрактологами. Или просто получили сертификат, не проходя эти циклы. Дистанционно, что называется. Мы с этим будем бороться, кстати. И у них на осмотрах каждый пациент это хроническая трещина, хронический геморрой, завтра операция. А если денег нет на операцию, то прямо сейчас придет наш клирк и оформит кредит. Вы говорите о нечистоплотном, неэтичном поведении врачей. А если говорить про мракобесия пациента... В центре России, скажем, в Москве мы редко с этим встречаемся, с огурцами. Самое частое, наверное, из того, что я в последнее время видел, это мазь Вишневского. Почему-то как-то все начали ее постоянно, ну постоянно-постоянно прямо начали использовать. Вот именно сами пациенты и их тело. Ну не мракобесия. А если прооднородные методы, мед, мед, в сложно заживающих ранах вполне можно сказать. Ну а как бы с этого... Водяные клизмы, водочные клизмы. Водочные клизмы? Водочные клизмы? Ух ты, это где же это? Это добровольное приведение себя в состоянии алкогольного пивления без запаха перегара изо рта. Гидроколонтерапия, мракобесия полная вообще. Что-то такое. Иногда всплывает, но сейчас реже, честно скажу. Как-то наша работа совместная. Мы вообще популяризируем профессию, как мне кажется. И Проктофест, Прокторус, и еще несколько мероприятий наших солидарных. Ну, получается. Пришла мне в голову идея насчет мракобесии. Это постоянное использование микролаксов перед каждым стулом для того, чтобы в лечении запоров. Люди используют препарат. Препарат жесткий. Да, он прекрасно подходит для подготовки к операции, для подготовки к исследованию. Но вот микролакс, я просто хочу обратиться ко всем, кто меня слышит, это не препарат для облегчения стула. Это средство, которое очень быстро отбивает самостоятельные пазы. И да, и сейчас, и в Москве, и в центре Москвы, вполне вменяемые адекватные люди, там синдромом раздраженной кишки, синдромом обструктивной дефекации, применяют микролаксов как ежедневные слабители. Это вот мракобесие, с которым мы должны вместе бороться. Коллеги, хотела под занавес нашей встречи спросить, вот вы упомянули гайдлайны для пациентов переведенные, CNN сделал в 2017 году такой свой гайдлайн, очень-очень просто написанный, коротенький, для пациентов с геморроем, как им нужно себя вести, как общаться с врачом. И вот они в частности написали, ваши отношения с врачом должны основываться на доверии и уважении, иначе информация будет упущена с обеих сторон, и это окажет негативное влияние на лечение. Это прекрасный посыл. И в этой связи, какие ваши рекомендации врачам, как, может быть очень коротко, буквально по одной фразе, как выстраивать эти доверительные отношения, как вести пациентов? Собственно говоря, наверное, нужно начинать с самого себя, просто приходить на работу в хорошем настроении, заниматься своей любимой работой, то есть понять, что вы это любите. Ведь я всегда говорю, давайте еще такое затронем тему, ну немножко коротко, да. Многие недовольны теми местами, где они работают, говорят, что вот, допустим, у меня там не получается вот это, вот это, вот это и вот это. А мы вообще где работаем? Нет, я могу на это сказать только одно, или меняйте то, что у вас есть сейчас, или меняйте работу. Вот, в принципе... Сейчас получите огромное количество комментариев из позиции выученной беспомощности, мы ничего сделать не можем. Ну, понимаете, в любом случае, как бы, пациент не виноват в том, что... Это точно. В том, что мы пришли в плохом настроении, в том, что мы сидим и не хотим с него... С этого, с этого, в принципе, наверное, нужно... Ни в каких аспектах нашей жизни, которым мы недовольны, пациент точно не виноват. С этого, в принципе, и нужно начинать, то есть нужно начинать, прежде всего, наверное, с себя. Если вы будете открыты, если вы будете дружелюбен к пациенту, если каждый приходящий для вас пациент, ну, он будет таким самым, скажем так, самым дорогим, и вы будете к нему относиться так, я думаю, что все пациенты будут довольны. Ну, и вы тоже по результату очень довольны, ведь иногда, на самом деле, спасибо сказанное пациентам, знаете, заменяет, наверное, деньги, подарки, все остальное, зарплату. Ну, по крайней мере, усугубляет удовольствие. Да, но это очень приятно, знаете. Очень приятно, когда приходят люди и просто вам говорят спасибо. Это прям самое хорошее... Самое хорошее слово, наверное, которое приятно слышать в нашем кабинете, вот когда пациент довольный уходит и говорит, доктор, спасибо, я понял, что все было не страшно, все было не так, как я себе представлял. Вы поменяли мой мир на сегодня, да, я ухожу довольный работать в офис, ведь, понимаете, еще же от нас очень много зависит, потому что приходит пациент, допустим, в офисный перерыв, да, вот если мы сейчас с ним плохо пообщаемся, если он идет недовольный, он и свою работу плохо сделает, и нам настроение не испортит, напишет жалобы, что-нибудь еще. Мало того, что фьючерсы падают. Да, фьючерсы падают. И у нас еще фьючерсы выпадут, жалобы, и потом придется писать объяснительные. Поэтому нужно, прежде всего, начинать с себя. Спасибо огромное. Работали в одной кафедральной больнице. Я бы сказал так, уважаемые коллеги, просто будьте собой и любите свою работу. Воспринимайте каждого пришедшего в ваш кабинет пациента как шанс, после и свыше, шанс делать доброе дело. Это возможность помочь человеку, который к вам обращается. И вы знаете, развивайте в себе позитивное мышление. Старайтесь акцентироваться на каких-то положительных вещах. Ведь даже если у нас бывают какие-то проблемы, может быть, какие-то непонятные ситуации, все равно ведь отрицательного в нашей работе намного меньше, чем положительного. Поэтому позитивное мышление, думайте о приятном, любите свою работу. Ведь она очень интересная. Эколопрактология – это замечательная специальность. Даже если что-то не так произошло, но это все равно мелочи по сравнению с теми перспективами сделать добрые дела, которые нам открывает каждый ежедневный прием. Спасибо огромное. Багман Николаевич, под занавес. Совершенно солидарен с ребятами. Работали вместе, учились когда-то вместе. У меня одна такая маленькая просьба. Наше образовательное мероприятие – это классно. И это подтверждение того, что никогда нельзя остановиться в учении. Каждый день мы учимся, честное слово. Прямо каждый день мы учимся. Читаешь, радуешься, слушаешь умных людей, умных людей. И каждый день что-то интересное узнаешь. Быть профессионалом в своем деле – это значит постоянно учиться. В тот момент, когда ты сказал «все, я бог и гений колопрактологии», можно пойти и заниматься уже чем-то другим, потому что похоже… Развития не будет. Да. И это всегда плохо сказаться. Всегда и не бегать за… Как это называется, когда за деньгами бегать? За каким-то барабаном. Длинным рублем. Еще другое слово. Длинный рубль, за деньгами. Не переходите в темную сторону. Пожалуйста, сила светлая, она и светлая. В темную, когда у вас зеленым загорелся пациент в вашей медиологии или в любой медицинской информационной системе, и вы понимаете, что он нативный пациент, нулевой, который вообще никогда у вас не был, не следуйте никогда указаниям административного директора, коммерческого директора по накручению среднего человека у этого пациента. Никогда. Потому что вам отвечать лично потом и душой, и вообще как-то со своей репутацией перед пациентом. А коммерческий директор, административный директор вообще никто не знает. Они дальше пойдут. Спасибо вам большое, что сегодня были с нами и писали вопросы. Всего вам самого хорошего в вашей работе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok